Всем привет! Говорит GetFun! В этом видео я расскажу о ключевых особенностях немецкого крейсера 5 уровня Königsberg. Как на нем играть, перки, модификации, советы, но обо всем по порядку. Как обычно, начнем с короткого итога. Пересаживаясь с Карлуши на Königsberg, игра приобретает интерес. Благодаря тому, что предыдущий корабль ветки является кактусом, Königsberg просто не может вам не понравиться, по определению. Хотя при этом он является просто хорошей техникой, без всяких там переапов. Знакомство начнем с ЦТХ. В плане живучести – корабль ад. В принципе, как и полагается легкому крейсеру, который в боях уже может столкнуться с тяжелыми коллегами по цеху, держать удар на нем сложно. Боеспособности в сравнению с одноклассниками мало, да и бронирование слабое. 50 мм в борту могут пробить даже эсминца, а это как бы намекает на то, что надо играть осторожно. В плане ГК, Königsberg – корабль нетипичный. Потому я остановлюсь на этой характеристике очень подробно. Вести сравнение с Фурутакой не имеет смысла вообще, так как японец – представитель тяжелых крейсеров с тяжелым и мощным вооружением. Оно не скорострельное, но обладает высокой альфой. Königsberg скорее можно сравнить с Амахой. Принцип действия, их ГК похож. Множество скорострельных орудий. Но вот на немце они все установлены в орудийных башнях, за счет чего в бортовом залпе участвуют все 9 орудий 150 мм каждая. Также стоит отметить еще то, что башни установлены не на одной оси. Потому нужно стрелять в атаке правым бортом, а при отступлении – левым. Так угол будет рациональней, и по вам будет сложнее попасть. В целом немец, немного проигрывая в скорострельности, в ДПМ держится на уровне с американцем. Но тут стоит знать следующее, что ДПМ немца складывается за счет большого урона от бронебойных снарядов. Конечно, пробить ими броню одноклассников очень сложно, калибр маловат. Но вот для надстроек его хватает всегда. В любом случае стрелять с бронебойными снарядами нужно, и они зачастую эффективнее фугасов. Потому как у фугасов в Кёнигсберге нет ни урона, ни серьезного шанса на поджог. Потому зажарить противника на нем сложновато. Однако, благодаря высокой скорострельности, можно быстро менять тип снаряда и быть универсалом. Так я, в общем-то, и советую делать вам. Кстати, чуть не забыл. Основное отличие ГК Кёнигсберга на уровне – это большая дальность стрельбы. Среди крейсеров, конечно, которых мы можем встретить в рандоме. В итоге, складывая эту особенность вместе с плохой живучестью, получаем отличную возможность играть постоянно от дефа, переходя в раш лишь в случае безоговорочного превосходства на фланге. К слову, в этом бою я именно так и сделал. Осторожно ведя наступление, но при этом не возглавляя само нападение. Так вот, возвращаясь к ТТХ, в Раше нам помогут торпеды, идущие недалеко, всего-то 6 километров, но их много – по 2 веера из 4 торпед на борт. Урона в них достаточно много, а углы наведения позволят вам практически не раскрывать борта. Кроме того, в Раше поможет апнутая гидроакустика немцев, которая может обнаружить корабль с 5 километров, даже в дымах. У Амахи, к примеру, гидроакустика засветит и сменит всего с 3,5 километров. В плане ПВО сказать что-то про Кёнигсберг сложно. ПВО тут есть, но оно игрушечное и серьезной опасности для авиации не представляет. Это, кстати, большой минус корабля, потому как авиация может нехило испортить игру, потому как этот крейсер обладает малой маневренностью за счет долгой перекладки рулей. Эта особенность, кстати, мешает нам быстро прятать борт в виде залпа линкора. Это лишний раз доказывает, что лучше рисковать меньше и держаться подальше. Также стоит сказать пару слов про маскировку. Она, как для крейсера, вполне себе неплохая. Вкупе с высокой дальностью стрельбы это открывает возможность к тактике игры от Инвиза. Инвиз-зона при заточке на такую тактику будет большая. Однако, такой набор перков не пригодится вам после прохождения Нюнберга. Потому рекомендовать такую тактику я не буду. Но если крейсер вам уж больно понравится, не забывайте, что его можно заточить на Инвиз. По поводу советов о перках все просто. Для проходного варианта я бы порекомендовал базовую огневую подготовку, мастер-наводчика, арт-тревогу, бдительность. А остальные 11 очков перков можете потратить на свой вкус. Если вас не смущает баллистика и на предельных дистанциях вести бой комфортно, берите еще усиленную огневую подготовку. А остальные перки можете раскидать на живучесть. По модификациям все тоже просто. Модернизация ГК в первый слот, во второй слот модернизация на меткость, а в третий на живучесть. Ну а теперь, пока бой еще не закончен, давайте поговорим о тактике. Что, как и почему. В плане тактики игры на этом крейсере все одновременно очень просто и очень сложно. Просто потому, как вы всегда знаете, какая ваша роль на поле боя. И тут без особых открытий. Играть нужно от дефа. То есть нельзя подходить близко к противникам, желательно выбирать фланг там, где будет необходимо дефить. То есть идти на фланг там, где поменьше союзников, возможно, там будет побольше врагов. И, скорее всего, вы там будете на отступлении постреливать. Такое развитие событий при условии, что ваша атакующая группа на соседнем фланге выиграет, нередко приносит победу, много серебра и опыта. Но при этом все бывает и сложно. В качестве того, что вот угадать именно конкретно с тем флангом, где будет необходимо дефить, не так просто. То есть даже сейчас, вот в этом бою, я пошел изначально на фланг точки А. Там было мало союзников, и я ожидал, что если там будет хотя бы пара-тройку кораблей, то я смогу перейти в деф и постихоньку настреливать урон. Но так оказалось, что на фланге с точкой А не было практически никого. Были эсминцы, и пришлось их вот быстренько отстрелять, и дальше уже продолжать потихоньку атаковать. И тут уже, кстати, возникает второй минус. То есть мало того, что сложно угадать, где будет деф, так еще и если этого самого дефа нет, то получается в какой-то момент мы оказываемся, если переборщим с желанием быть подальше от поля боя, то мы переборщим с дистанции до боя. И, возможно, остаток боя будем продолжать идти лишь только к месту сражения, тем самым потратив очень много времени на передвижение, и к тому моменту, когда мы подойдем к основному бою, вот как вот это будет сейчас вот видно после вот этого момента, когда мы уже уничтожили линкор, надамажить все оставшиеся живые силы противника я просто не успею, потому как я не успею подойти к ним и пострелять по ним. Вот с такими двумя сложностями вы по-любому столкнетесь во время игры на Кёнигсберге. И поэтому вам будет необходимо всегда представлять, вот куда лучше пойти и всегда немного рисковать за счет того, что вам, если вдруг не повезет, вы окажетесь в очень щекотливой ситуации и вас могут вот уничтожить так же вот быстро, как Карлушу. Потому как крейсер все так же легкий. Один неловкий поворот, один раз показать борт линкору, и, возможно, вы после этого отправитесь в борт. Но есть и плюсы в живучести, потому как есть два нюанса. Носом вы все-таки сможете вытанковать некоторые калибры. То есть, одноклассники, ну, я, конечно, не говорю про АОБу какую-нибудь, но вот АМАХа-подобные крейсера и вот немцы, ну, не смогут пробить вас в нос и дать вам серьезный урон. При этом, если вы подставляете борт, то обладатели крупного калибра зачастую могут пробить вас насквозь. То есть, то же самое вы видели, когда вот я выходил на линкор. И хотя тогда был риск то, что я могу носом взвести снаряды, но все равно получилось так, что мне фортануло, и мощного урона я по себе не получил. То есть, часть снарядов прошла мимо, а та, которая зашла, дала по мне урон еще совместимый с жизнью. Но это всегда риск, потому я советую вам держаться на дальней дистанции, да и было замечено, что на дальней дистанции результативность бронебойных снарядов наших, она, как мне кажется, выше. Главное попадать. Вот такие результаты. Возможно, не фонтан. Но после кактусного четвертого уровня оценка Кёнисберга просто фантастическая. Я думаю, кораблик придется по вкусу многим. Хотя бы из-за высокого ДПМ бронебойками. А вот вы, проходили его? Какие советы могли бы дать вы сами? Не стесняйтесь, пишите в комментариях. Обсудим. Ну и на этом все. Всем пока-пока. Семи футов подкилим вам. Услышимся очень скоро в новых видео на моем канале. Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки. Подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного. Потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я, выпуская контент практически каждый день, заскучать не получится.